Дело в том, что Алкевиат человек древнегреческой истории. Кто он такой? Я бы сказала так. Формально, политические деятели и полководец, от себя добавлю, герой и антигерой греческой истории одновременно, и то, и другое в одном лице. Это племянник и воспитанник самого Перикла и ученик еще более самого Сократа, если можно так иронически сказать. Один из виднейших лидеров и полководцев знаменитой Пелопоневской войны, войны между афинами, демократическими афинами и олигархической спартой, их союзниками. Войны, которая была большой трагедией для Древней Греции и, в общем-то, предвосхитила ее дальнейшее завоевание соседями-завоевателями, сначала македонцами, потом Древним Римом. Потому что в этой войне изничтожали друг друга. Эллины пошли на эллинов. А он, наш персонаж, ухитрился повоевать на обеих сторонах. Таков он был. Почему, говорю, и герой, и антигерой. Но писали о нем самые замечательные греческие писатели. Готовясь к этой передаче, я с наслаждением перечитала. Они хорошо переведены на русский язык. И не только в детских переложениях, конечно, что тоже прекрасно. Плутарх есть в детских переложениях, а Фукидид и Ксенофонд нет. Но они очевидцы. Фукидид – участник Пелопонесской войны. Почему-то это звучит немножко вот сейчас неожиданно для нас. Потому что у нас участник, ну, чего-то вот сравнительно недавнего. Участник Пелопонесской войны, которая была во второй половине V века до нашей эры. Ксенофонд – один из самых прекрасных древних авторов. Человек, который ухитрился уже в древности догадаться, что к источникам надо относиться критически, что надо искать природу, причины явлений, анализировать. То есть это все изумительные авторы. И мастер биографии Плутарх – это грек, писавший уже в I-II веке, в I-II веке нашей эры. Но он опирался на труды предшественников. Итак, Алкевиат. Годы жизни 450-й, 404-й до нашей эры. Это V век до нашей эры, который совершенно справедливо в истории называют «золотым веком древней Греции». Самое замечательное время. Самое блистательное, осененное многими самыми выдающимися деятелями культуры. Это и греческая трагедия, примерно в это время вся знаменитая триада Исхил, Сафокл, Эврипит. В это самое время, в конце этой эпохи, Аристофан. В это время творит бессмертный, выдающийся, необыкновенный скульптор Фидий. Иктина и Каликрат создают свое чудо, называемое Парфенон. И вот в это золотое время идут войны, распри, нарастающие, губящие Грецию и губящие ее будущее. И в этой страшной истории Пелопонатской войны и противоречий между греческими государствами наш персонаж сыграл очень заметную роль. Он родился в 450 году в знатной аристократической семье в Афинах. По отцовской линии его семья вела свой род от некоего Эврисака, сына Аякса. Здесь мы уже к Гомеро обращаемся. Да, мы уже прямо в миф почти уже. Мы в мифе, потому что, конечно, кто видел этого сына? Аякс – это герой Илиады, но один из самых привлекательных, симпатичных. И так они возводили свой род к сыну Аякса. По-материнской он был из рода алкмеонидов. Один из самых знатных родов древних Афин, но в то же время несчастливых. Он считался с неких событий еще VII века до н.э. проклятым. Потому что некие алкмеониды нарушили священную заповедь о том, что даже преступник, ищущий убежище в храме, не должен быть схвачен и казнен. Алкмеониды нарушили этот запрет. И вот суеверные древние греки, очень похожие вообще на детей в истории человечества, они говорили, что все-таки этот род навеки проклят, и находили всегда подтверждения. В том числе и в судьбе этого потомка алкмеонидов Алквиада. Отца его звали Клиний, отец был отважным воином и погиб в сражении. То, что греки считали лучшим уделом для человека, сражаясь за родину. Родина – это маленькая Аттика с центром в Афинах. Мать Динамаха подробностей о ней не нашла. И Диадя. Самое замечательное – это Диадя. Дядя и опекун. Потому что отец погиб рано, и нужен был мальчику опекун, и это был Перикл. Великий государственный деятель Афин, первый стратег афинского государства на протяжении примерно 15 лет, стоявший у руля афинской политики и великий покровитель тех искусств, о которых я упоминал. Немножко ворча Плутарх говорит. Вот ведь как этот чистолюбивый Алквиад сумел себя поставить в истории. Про многих не менее знатных и замечательных людей, и даже более положительных, чем он, мы мало чего знаем. Иногда родители не точно не дошли до нас сведения, потому что он через три века примерно пишет, Плутарх, свою биографию. А вот про этого мы знаем даже имя её кормилицы. И называют её Амикла. Что меня заинтересовало, его кормилица была родом из Спарты. Любопытно, но в порядке такого метафорического наблюдения. С молоком кормилица он что-то впитал от Спарты, которой он будет служить после Афин. Афины, потом будет служить Спарте, потом снова Афином. Его соединяло, образно, метафорически говоря, это кормилица из Спарты. Вообще странновато, женщины из Спарты, находящиеся в Афинах, это очень странно, и кормящая мать. А если помнить, что в Спарте неполноценных младенцев сбрасывали со скалы, то можно сочинить целую романтическую историю. Но это будет некая фантазия. Может быть, она бежала вместе с своим младенцем. Такие случаи бывали, но лично про нее это неизвестно. Юноша Алкевиат рос в доме Перикла. Этим многое сказано. Потому что в доме Перикла бывали все самые замечательные люди этой эпохи, включая Сократа, где Алкевиат, маленький Алкевиат, и познакомился со своим потенциальным учителем. Жена Перикла, замечательная женщина Аспазия, интеллигентная женщина, женщина-философ, что совершенно не характерно для этой эпохи. Гениальный скульптор Фидий. Все они бывали в этом доме, и мальчик их видел. То есть исключительно положительные должны были быть флюиды, интеллигентные культурные атмосферы. В любом случае, да, атмосфера, наверное, и разговоры, и все об этом. Интеллектуальная, благородная. Но мальчишечка с детства обладал очень дерзким характером и каким-то стремлением вести себя так, будто он выше других людей. Всю жизнь это будет при нем. Плутарх приводит примеры его детских случаев в детстве. В драке мальчишка Алкевиат укусил товарища. И тот сказал, ты кусаешься, как женщины. Ответ был интересный. Вовсе нет, как львы. Он себя львенком чувствовал, даже мальчишкой. Второй эпизод. Мальчики играют в кости на узкой улице Афин. Едет тяжело груженная повозка. И грубоватый возница детям резко говорит, чтобы они очистили дорогу. Ну, вполне современно применимая ситуация. Грубый возница, дети разбежались, Алкевиат не разбежался. Он лег перед этой повозкой и сказал, пожалуйста, проезжай. Зная, что это племянник Перикла, он защищал свои кости, расставленные на улице. Кости, в которые они играли. Но зная, что это племянник Перикла, наезжать было никак невозможно. И, пожалуй, еще очень занятная деталь. С детства этому ребенку без конца все говорили, что он необыкновенно красив. Те изображения, которые приписываются ему, большинство этих изображений скульптурных, это все-таки условно связаны с персонажами. Гарантировать портретное сходство нельзя. Тем более греческий скульптурный портрет, в отличие от римского, не очень реалистичен. Такой вот, если в изображениях Александра Великого, который будет существенно позже, Алкевиада, проступают черты какой-то античной, идеальной красоты. У Алкевиада я не вижу. Но все письменные источники твердят. Все ему говорили, какой ты красивый. И он себя чувствовал очень красивым. И вот результат. Он объявил, что играть на флейте не станет. А очень широко играли на флейтах дети особенно. Потому что при игре на флейте искажается лицо. Надуваются щеки, суживаются глаза. Это портит красоту. И он объявил, что это не для благородных людей. И эта его позиция повлияла. Флейта ушла из употребления в среде благородных. Насколько достоверно. Аня потом придумала, зная его характер. Настолько, насколько мы с вами, Сергей Александрович, поверим Плутарху. Плутарха на протяжении не одного столетия промеряют и контролируют всякими самыми научными... Его крутят, мертят, бьют, да, сыплют, мажут вообще. И приходят к противоположным выводам. Начиная с XIX века, по крайней мере, со времени рождения критической историографии. В особенности немецкой. Там с немецкой пунктуальностью он промерен, просчитан. Ведь он ссылается на тех авторов, которых он читал. И которые до нас не дошли. Большинство считают, что в целом Плутарху можно верить. А вот эти рассказики, которые я сейчас привела, это вообще свойства античной биографии. Характеризовать человека через какой-то эпизод. Они могут быть сочиненными, но на них нельзя смотреть, как на пустое абстрактно-билитристическое сочинение. Это нравоучительный эпизод, который должен способствовать раскрытию характера. Об этом в свое время Сергей Сергеевич Аверинцев очень интересно писал. О Плутархе, античной биографии. И об этих ее свойствах. Вот раскрывать через эти маленькие сюжетики глубины человеческого характера. Юность Алкивиада. Благодаря Периклу он рано сблизился с Сократом. Сократ был на 20 лет старше Алкивиада. То есть вполне подходит на роль его учителя и наставника. Сократ, годы жизни которого 470-399, он родился на 20 лет раньше нашего персонажа Алкивиада, а умер чуть позже, через 5 лет после Алкивиада. Но старцем Алкивиад до глубокой старости не дожил. Сократ заметил юношу. Очень интересно, есть два диалога Платона. Платон тоже был учеником Сократа, а несколько позже, после Алкивиада. Платон посвятил, сочинил два диалога. Или воспроизвел, это трудно сказать. Известно, что Сократ не писал своих произведений, а его диалоги запоминали и записывали. И вот эти два диалога Платона, которые тоже, посвященные Алкивиаду, изучены со всех сторон, и философами, и специалистами поэтики, эстетики, историками. В них есть мысль очень важная, которую признают подлинной передачей мысли Сократа. Он пытался объяснить этому юноше, чье честолюбие, стремление властвовать людьми, быть выше других, выше каких-то моральных принципов. Сократ пытался ему сказать, выше ли это ценность. Не путаешь ли ты ценности в жизни? Ну и свою предлагает высшую ценность. Сотвори нечто очень доброе для другого человека, и это даст счастье тебе, а не ему. Жизнь показала, что Алкивиад эти уроки не воспринял. Хотя, замечен современниками, уже очевидцами это надежные сведения, что он часто внимал мудрости Сократа до слез. Греки были очень эмоциональны. Они свои чувства проявляли страстно. Известно, что в греческом театре, если нравилась игра актеров, то их просто носили на руках, аплодировали. А если вдруг не нравилось, забрасывали тухлыми овощами, фруктами, а могли поколотить, дождавшись, когда они выйдут из амфитеатра. Они эмоциональны. И вот он, внимая Сократу, отмечено, иногда мог прослезиться от того, как это мудро, как это хорошо, благородно. Вот он то послушает Сократа, то возвратится к резко разгульной, развратной жизни, которую он начал очень рано. Пирушки, алкогольное вино, не алкогольные напитки, а вино, греческое вино, потребляемое в меру, оно прекрасно было, а не в меру, не очень. Ну, описаны эпизоды, когда он с компанией таких же буйных друзей ворвался в дом к одному человеку, который звал его в гости, и алкогольник отказался, а потом среди ночи, уже выпив много вина, ворвался туда и унес половину дорогой посуды, которую тот выставил ради него, серебряной и золотой. И все стали говорить, ужас, как он тебя обидел. А тот говорит, ну что ты, он же все-таки взял только половину. То есть алкогольник, он уже известен был как необустанный человек. С ранней юности он становился и воином. Будучи совсем юным, он воевал рядом с Сократом, И этот факт никто не подвергает сомнению. Даже жил с ним в одной палатке. И Сократ спас Алкивиаду жизнь в одном сражении. Сражение звучит очень громко. Не все эти сражения были крупными битвами. Часто между маленькими греческими полисами. Полис – это город-государство, община государства, гражданская община. Они враждовали друг с другом. И у них могли быть такие стычки не очень гигантского масштаба. Тем не менее, Сократ спас Алкивиаду жизнь, прикрыв его раненого щитом. А много позже, якобы случился эпизод, когда отступало афинское войско, Сократ был воином и патриотом, и любил свое отечество. За что, собственно, его отечество и убило со временем. Известно, что его заставили принять яд цикуты. Сочтя, что он богохульник, отступник от богов. Ну, это бывает с отечествами. И так, в одном из сражений, немного позже, Алкивиад прикрыл Сократа, когда он отступал с другими воинами в пешем строю, Алкивиад был на коне. Он не проскакал мимо. Он стал прикрывать Сократа. Вот скажем так, военная какая-то верность, доблесть, товарищество для него существовало. Безусловно. И воин он был. Он был не трус. Он был смелый человек. А потом со временем пришли современники к мысли, что он просто выдающийся стратег и выдающийся полководец. Это долго сохраняло ему жизнь. Когда он стал перебежчиком по своей воле, его принимали в других местах, враждебных даже, потому что хотели использовать его стратегический ум. Жена Алкивиада, чтобы уже с личной жизнью закончить, и дальше будет сплошная его общественная сложная биография. Гепарета, дочь некого Калия, богатого человека благородного происхождения. Получил приданное за неё 10 талантов. Это много. Талант – это примерно 25 килограмм серебра. Значит, 250 килограмм серебра он получил богатое приданное. Но после рождения первенца, сына, заявил этому самому Калию, давай ещё 10. Тот обмер. Почему? И Алкивиад стал уверять, такая была договорённость. Хотя это неправда. Женя изменял, а она была очень добродетельна, настолько всё время время с гетерами проводил, что она ушла из его дома, жила отдельно, а потом решила развестись. И понесла прошение о разводе Архонту, старейшине. Это можно было, но прошение надо было подать только лично. Алкивиад перехватил её по дороге, перебросил, так сказать, через плечо, на руках, через рынок, видели все, в Афинах все, это народ... И отнёс на место. Отнёс на место. И до конца своих дней она осталась его женой. Итак, вот такое становление личности, да при этом ещё богатство. Он богат и честолюбив. У него конные заводы, и он очень увлекается состязаниями колесниц. Он единственный человек этого времени, который сумел снарядить и отправить в Олимпию, чтобы сражаться в спорте за интересы Афин. Семь колесниц. Это было очень дорого. Это было очень много. И они заняли первое, второе... На деньги из приданного интереса. В том числе, в том числе, наверняка. И вот она отправила эти семь колесниц, гордился безумно. Четыре первых места заняли Афиной. Для древних греков это было очень много. Вообще их, вот эти элементы детского сознания были потрясающие. Они гордились спортивными успехами не меньше, чем победами на полях сражений. Был красноречив. Умел очаровать Эклесию. Эклесия – это народное собрание в Афинах. Он произносил такие речи, что им начинали аплодировать за красоту и внешнюю, и красоту языка. Вот процитирую его. «Быть военачальником подобает мне скорее, чем всякому другому. Скромностью не страдает. К тому же я считаю себя достойным власти. Совершенно справедливо, говорит Алквиат, если человек много о себе думающий не идёт в одну линию со всеми. Я особенный, я другой. И вот этот человек после смерти Перикла активно вторгается в знаменитую Пелопонесскую войну. Пелопонесская война, война между Афинами и Спартой, между двумя лидерами греческого мира началась при жизни Перикла. И первый её этап, так называемая Архидамова война, был крайне неудачным для Афин. Перикл избрал не ту стратегию, предложил спрятаться всем в стенах города. Там началась чума, от которой, в частности, умер и он. И он потерял всякую популярность, веру в себя. Война шла неудачно для Афин. С трудом удалось заключить временный мир на 50 лет, временный компромисс. И тут на политическую арену вышел Алкевиад. И он сумел повлиять и на войну, и на мир. Вот мы сейчас как раз вот в этот ключевой момент мы его оставим на некоторое время. Я только напоминаю, что эта программа «Всё так», и Наталья Ивановна Басовская сегодня нам рассказывает об Алкевиаде. Давайте мы сейчас прервёмся, не будем даже откладывать это. И через пять минут встретимся снова с нашим героем. Одна правда хорошо, а две лучшее. Эхо Москвы. «Всё так». День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. Попал в историю. Эхо Москвы. «Всё так». Ну что же, сегодня наш герой Алкевиад и герой, и антигерой. Во всём, что мы слышим, мы начинаем получать, опять же, я не занудствую, но мы получаем, Наталья Ивановна, получаем какой-то урок. Просто здесь... Мы сразу начинаем смотреть, потому что вот все античные биографии, это для нас ещё биографии образцовые в нормальном понимании этого слова. Образец того-то, образец гордыни, образец вот тех самых знаменитых, когда мы превосходим в своих чувствах, начинаем, не держим меру. Он, наш Алкевиад уже к своему вот всплеску собственной деятельности, он уже во многом превосходит меру. И об этом говорит. И это замечено. Вы совершенно правы, потому что вот биографии этих людей с глубокой древности, с античности, во всяком случае, вот с времён Фукидида, рассматривались именно как и урок, и как материал для раздумий. И некоторые современные авторы, я прочла сейчас кое-что и о Фукидиде, освежая его труды, пишут, что он наивно объясняет повторяемость каких-то явлений тем, что человеческая природа мало меняется. Почему наивно? По-моему, очень тонко наблюдательно. Человеческая природа не так радикально изменилась, как технологии. Отнюдь. Итак, после смерти Перикла появляется на политической арене этот честолюбивый, яркий, уверенный в себе. Пока был жив Перикл, он, видимо, был несколько в тени. Ещё был такой после Перикла Клеон, тоже очень заметный из народных вождей и предводителей. Шла война, и он не мог найти свою нишу Алкевиад. А здесь вот освободилась как бы политическая площадка. Прошло 10 лет Пелопонесской войны с 431 по 421. Заключён этот временный мир на 50 лет, который получил название Никиев мир по имени афинского полководца и политика Никия, сторонника умеренности, представителя аристократии. Чем выделить Алкевиаду? Я совсем, вместе с многими авторами, не убеждена, что у него были отродясь какие-либо очень строгие убеждения, демократические или аристократические. Чтобы быть заметным, ему надо быть против Никия. И тогда он становится крайним поборником демократии, он против умеренности, которую предлагает Ники, говорит, что этот мир позор. Неужели целых 50 лет не показать спартанцам, кто же все-таки первый в греческом мире? То есть Алкевиад агитирует за войну. И на этой агитации я не убеждена, что за войну ради интересов Отечества они своих, а может они в его глазах все сплетаются. Мы с вами хором об этом подумали. И, наконец, на этой волне этих политических своих выступлений он в 416 году до новой эры наконец избран в коллегию стратегов. Вот он в политике. 416 год, он уже взрослый, это уже зрелый, но еще очень молодой мужчина. Ему сколько ему получается 24-25 лет. И он выходит как один из членов коллегии стратегов, их 10 стратегов. 34. Прошу прощения. Я долго и мучительно считал. Я долго и мучительно считал. То есть это совершенно зрелый муж, совершенно зрелый. Он долго ждал, но теперь дождался, и он уже проведет остаток своей жизни, вернее половину своей жизни, оставшуюся исключительно в политической военной деятельности. Он выходит с конкретным предложением предлагает отправить экспедицию на остров Сицилию далеко. Аттика это восточное побережье Балканского полуострова. Это восток Греции, а на Сицилию это юг Италии. Это остров югу за богатствами. Там греческие колонии. За богатствами. Там давние греческие колонии. Греки прижились там так давно, что они уже со своей так сказать прародиной Греции никаких тесных связей не имеют. Живут сами по себе. Сицилия это житница. Это прекрасные урожаи хлеба. В Греции особенно маленькой каменистой Актике всегда не хватает хлеба. Это богатство, это добыча, это успех. Если Афинь не покорили Сицилию, то они сильно обогатились. Надо сказать, что в Пелопонесской войне участвовали не просто вдвоем Афины и Спарта, а два объединения греческих городов-государств вокруг этих лидеров. Афинская архе, или Афинский военно-морской союз, и Пелопонесский союз. И вот есть союзники, есть весьма небогатые, не очень сильные полисы, большинство демократических вокруг Афин, олигархических вокруг Спарты. Они тоже не прочь поживиться. И он предлагает союзный флот собрать мощный, завоевать, укрепиться там, показать спартанцам, ведь ясно, что Спарта этого не потерпит. То есть он предлагает продолжение войны. Собран большой флот, сто триер, это много. Это союзный флот, это Афиньи и их союзники. И буквально накануне отплытия флота назначены три командующих алкевиат, некий, который делает это неохотно, некий против, но народ проголосовал, у них демократия, надо плыть. И некто ломах. В ночь перед отплытием произошло то, что мы называем ЧП. Были неизвестными лицами, как мы скажем сегодня, изуродованы гермы, изображения бога Гермеса, стоявшие вдоль некой дороги на очень видном месте в Афинах. Ну, оббиты эти статуи. Оббиты варварски, вот вандализм. И сейчас же молва по Афинам, это сделал Алкевиат и его приятели. Ну, во-первых, у них биография буйных, прошлое, юность, ему незачем. Это сделали враги Алкевиата. Мне это представляется очевидным. Это сделали, скорее всего, агенты Спарты, чтобы сорвать эту экспедицию, чтобы началось расследование, разбирательство, а молва запущен слушок, а к Алкевиаду это прилипает легче, чем к кому-либо из-за его буйной юности. Он сейчас же потребовал расследования тщательного, создания комиссии, ну, как полагается в демократическом механизме. Ну, а в то же время флот готов, и держать его у берегов просто дорого, в конце концов, невыгодно. И решено, народное собрание постановило, отложим расследование, сейчас отправьтесь, а потом разберемся, и они отправляются в эту великую экспедицию. Война на Сицилии идет тяжело, тяжелее, чем они думали под влиянием воспламеняющих речей Алкевиада. Сиракузы вовсе не собираются сдаваться, они хорошо живут, они роскошно укреплены, им совершенно не нужна эта новая афинская власть. И вот пока идет довольно мучительная война, прибывает туда же на Сицилию государственный корабль из Афин, называющийся Соломиния, с приказанием народное собрание передумало, немедленно пусть Алкевиад отправляется на суд. Мол, появились какие-то подтверждения этого его преступления, которое, я практически уверен, он не совершал. Немедленно. Значит, одного из командующих отправляют на судебное разбирательство, остаются Ники и Ламах, и судьба их будет ужасна, один погибнет, ну, Ники точно казнят, возьмут в плен, казнят, когда туда прибудет Спарта, да? Спарта придет на помощь с Сиракузом, все ясно. То есть сицилийская экспедиция складывается неудачно. Алкевиада погрузили на корабль и в Афины. По дороге он бежит, он умный человек, он понимает, что вряд ли он отстоит себя, свою жизнь при таком обвинении, что вот он бегал и надругался над изображением богов. Интересно, человек в себе уверенный, который умеет разговаривать с людьми. Слишком страшное обвинение. А он не Сократ, чтобы гордо принять цикуту, хотя... Нет, отстоять это возможно, отстоять не виноват. Когда обвинение в богохульстве, они так боятся богов и так боятся их гнева, что не отстоишь. И он бежит по дороге, бежал он в Пелпонес, юг Балканского полуострова, туда, где Спарта, снял не в Спарту, просто укрылся в Пелпонесе. И там получил известие, что ему заочно в Афинах вынесен смертный приговор, как он и думал. И тогда он делает то, чего не сделал бы, как я полагаю, Сократ. Он отправляется в Спарту и предлагает свои услуги худшему врагу своего отечества, Афин. И в Спарте его принимают. В это время на Сицилии полное трагическое поражение. Афинское войско разбито. Его приняли, ему 35 лет, это зрелый муж, приняли потому, что спартанцы рассудили талантливый, способный, хороший стратег, яркий человек, а может, и все и назло Афинином. Вы его приговорили, а мы пригрели. И он начинает давать советы врагам Афин, и один очень умный, как добить Афины. В частности, именно он предложил спартанцам захватить крепости, крепость Дакилеев в Атике, и это очень помогло. Вот укрепитесь, говорит, в крепости, недалеко от Афин, и оттуда воюйте. Не просто пришли по ходу, мы ушли. Пусть у вас будет мощное укрепление, и он лично помогает спартанцам, и он начинает, помогает спартанцам заключить союз с сатрапом Персии, Тесоферном. Вот это совсем замечательный шаг. Персы, вековые враги греков, в знаменитых греко-персидских войнах, не так давно, столетия назад, даже меньше столетия, они еле отстояли греки свою независимость. И вот он отправляется на переговоры с сатрапом, наместником, персидского царя, чтобы поддержали Спарту, врага своего отечества. А как поддержали? Дайте денег. А денег и золота у персов очень много. К спартанцам пришла такая материальная помощь, которая помогает расправиться с афинами, спартанцам еще лучше. Он приспособился к жизни в Спарте. Он и здесь стал соблюдать теперь спартанские законы. Он стал таким принятым, он был очень гибок, но, конечно, некий проступок такой, поступок, который его во многом погубил, он совершил. Но это опять его необузданная натура. Он соблазнил жену спартанского царя. Ну, вот не удержался. Не он первый. Не он первый. Со спартанскими царями и их женами всегда было что-то не так. Да, дело в том, что спартанские женщины, видимо, были по-своему необычайно привлекательны. Они были более свободного поведения, чем афинские женщины, живущие на женской половине дома. Они более раскованы в обществе. Они более как бы признают воинские доблести и поклоняются им, а мужчинам это очень нравится. И вот жена царя Агиса Второго, Тимея, почти откровенно изменяет мужу с этим самым алкивиадом, афинским изгнанником. У них даже родился сын, чего они как-то особо не скрывали, и потом еще он имел, так сказать, дерзость сказать, а что хорошо, зато может быть я волью вот эту свою замечательную кровь. Зато у вас первый будет нормальный толковый парень на троне. Потому что спартиаты все-таки считались людьми очень сильными в бою, но не очень интеллектуальными. Вот имел наглость сказать такое. Царь спартанский Агис Второй, конечно, был очень напряжен, и в итоге Алкевиаду становится известно, что есть приказ тайный убить Алкевиада. Царь мстит за свою жену, а те, кто с самого начала не хотели его принимать с партии, тоже не дремлят. И он бежит. Он опять бежит. Теперь он бежит к персам. Вечно, извечно врагам греков, к тем, против кого с таким трудом греки отстояли свою свободу, свою независимость в боях при Соломине, Фемистокол, в те героические времена. Ведь это была борьба с персами. Он бежит именно туда. Что поразительно, 412 год, он уже у персов, при дворе сатрапа Тесоферна. А бояло его, а бояло его. Как-то сумел принять. Он, видимо, еще и дипломат был очень хороший. Пировал вместе с сатрапом, гулял в садах, и самый красивый сад сатрап приказал назвать Алкивиадовым. Это название долго сохранялось и после смерти Алкивиада. То есть это, безусловно, во многом талантливый человек, но таланта, патриотизма и верности какой-то до конца у него, видимо, не было. В Афинах произошли большие перемены. Там случился олигархический переворот. К власти был создан некий Совет 400. Это совсем не была демократия. Совет 400 это 400 ведущих семейств. И в сущности тут демократу, каким он остался в памяти, Алкивиаду, места нет. Но он прослышал, находясь сатрапом, что у острова Самоса стоит большая часть Афинского флота, и моряки Афинского флота настроены демократически. Они не хотят признавать этих олигархов. Он бежит к морякам. Там его место. И его провозглашают командующим. Задолго-задолго до древней римской практики, когда войско будет само провозглашать себе командиров, а потом императоров, он генерал этого флота, провозглашенный моряками близ острова Самоса. И он снова демократ. И он объявил, это вчера он гулял с Тесоферном в этих садах, и пировал, и выколачивал деньги для Спарты. Сегодня он опять демократ. А моряки объявили его своим командиром. Очень скоро его в Афинах простили, поскольку в 410 году там снова временно восторжествовала демократия, а у него теперь имидж демократа, его простили официально, сказали, что он может спокойно вернуться. С ними сняли обвинение? Сняли. Сняли. Что это была ошибка? Это была ошибка. Недоказанность вины. И может всякий другой побежал бы сразу в Афины. Он сказал, нет, я вернусь в Афины только овеянной славой. И он с этим флотом воюет, одерживает на море победы над кем? Над Спартой, в которой он служил позавчера. И где он соблазнял жену спартанского царя? Прикизе Киабидосе знаменитой его победы. И тогда он возвращается в Афины, ведя с собой двести триер, на которых огромный груз оружия и добыча вражеского оружия. Его, как пишут все авторы, современники, очевидцы, это уже не Плутархос, где мы можем сомневаться, Плутарх позже, а вот современники, очевидцы, что это был даже не просто восторг, это было какое-то обожание. До обожествления. Афинь не очень быстро впадали в это, в это, свойственно было это афинскому люду. Его обожают, рыдают, его показывают детям, поднимая над головой, только взгляни на Алкивиада, после этого можешь жить счастливо и так далее. Он выступает перед народом в народном собрании, не упрекает народ за свой былой приговор за изгнание, за безумное обвинение в святотатстве, вот бегал и разрушал статуи Гермеса, что, конечно, но не веди беспутную жизнь, тогда к тебе не прилипло бы это. Его вернули имущество постановлением народного собрания, он народ не упрекает в своей трогательной речи, афокедит приводит речи этих деятелей греческих, он прекрасно их излагает, перелагает, он говорит о том, что, в общем, в его несчастьях виновны некий вот какой-то вредный меленький божок такой, и, в общем, судьба, народ не виноват, что очень умно. И его избирают стратегом в ответ с неограниченными полномочиями, это редкость, стратег-автократор, что-то вроде будущего древнеримского, допустим, диктатора на время опасности, стратег с неограниченными полномочиями. Вот мечта его жизни, вот, в общем, наверное, предел его мечтаний, наверное, то высшее торжество, к которому стремилась его необузданная, страстная, чистолюбивая натура, натура, не воспринявшая уроков Сократа. Сократ, беседовавший с ним о справедливости, что в диалоге написано, в диалогах, написанных Платоном, очень интересно выражено, эту справедливость понимал совсем иначе, ну, и жизнью своей доказал. И за родину то он сражался, и был отважным воином, и молодёжь воспитывал, ну, в том числе его воспитанник не самый идеальный алкевиат, но его же воспитанник и Платон, и многие другие, он пытался внушить им мысли о вечных человеческих ценностях, об их значимости, не ко всякому, конечно, это прививалось. И если бы Сократ своей смертью не доказал, что он этому и следовал, можно было бы подумать, просто теоретик. Нет, он не бежал из Афин и по несправедливому приговору погиб. Не таков алкевиат. Он на коне, он стратег-автократор, но враги-то его не дремлят. В 406 году до Новоэра спартанский полководец Лисандр, талантливейший полководец, образовался у Спарты, разбил Афинский флот у мыса Нотия. Алкевиат лично там не командовал. Более того, он возражал против этого сражения. Тем не менее, справедливость не прижилась не только лично у Алкевиата, у Афинин, у афинского демоса, вот этого неустойчивого эмоционального. Обвинили его в измене. Какой измене? Он там не был? Он был против этого сражения? Виноват ли он, что Лисандр бесконечно талантливый полководец? А виновата его жизнь, предшествующая жизнь. Какую жизнь-то все время догоняет? А кому он сейчас изменит? Хвостом хлещет, да. А кому он сейчас изменит? И его снова обвинили в измене, пошли слухи, он не стал дожидаться суда и разбирательства в народном собрании и бежал из Афин. Теперь уже навсегда. Через Северную Грецию и, конечно, к Персону. Больше некуда. В Спарту ему дороги больше нет, поэтому он через Северную область Греции, Пелопонез для него закрыт, и Каринф, союзник Спарты, все закрыто, Каринфский перешейк закрыт. И отправился он снова к этому самому фарнабазу, сатрапу персидского царя. Там его приняли, потому что все еще ценятся его возможные советы, и что он может быть переговорщиком между персами. И как-то персам самих не предавал особо. Нет, он персам пока, но готов предать. Вот сейчас, перед самой смертью, проявится его готовность и тут проявить свою натуру. Итак, он бежит в самое ужасное время, потому что до капитуляции Афин осталось всего ничего. Он бежит в 406, в 406, поражении у Нутии, в 405 он бежит, а в 404 полная капитуляция Афин. Афины проиграли Пелпанесскую войну. Интеллектуальные, богатые, умные Афины проиграли длительную войну с 31 года, она тянулась с перерывами до 404, проиграли войну военизированной, милитаристской и вроде бы тупой спарте. Условия очень суровая этого мира, срыты длинные стены, которые соединяют гавань Перей и Афины. В Афинах установлен олигархический режим, они во многом разовены, больше не быть им никогда такими, какими они были в свое блестящее время. И, видимо, возможно, на этих же переговорах о мире при этой капитуляции не был забытый Алкевиат. Спартанцы могли потребовать смерти Алкевиата. А с другой стороны, не только они. Кто мог хотеть его смерти? Да все. Так называемые тирании тридцати в Афинах, у них есть щетка Алкевиаду, у Афинин, Лисандр, командующий, который завершил войну, спартанский главнокомандующий, для него это опасный соперник потенциальный, это сильный полководец. И, наконец, тут у персов он тоже дал намек кое на что. И так он был у Фарнабаза, у того самого Сатрапа, но собирался отправиться в Сузы, персидскую столицу. Для чего? К царю Артаксерксу II, чтобы сообщить, что здесь, будучи у Фарнабаза, он узнал о коварных планах брата царя персидского, Кира, будущего великого персидского царя-извоевателя. А может, они были? Братья есть братья. Конечно, были. Братья есть братья. Братья царя, особенно в древневосточной деспотической системе, это кровавые соперники. Кир, конечно, что-то там готовил, замышлял против своего брата. И вот Алкевиат уже наметил план поспешить, сообщить, сигнализировать. И тогда и персы оказались бы среди его недругов. Да и так могли. В итоге к нему присланы убийцы. Все-таки считается, что по наущению спартанцев Фарнабас получил такую или рекомендацию, или приказ. И Кир тоже что-то прослышал о возможном доносе. Короче говоря, его пришли убийцы целой толпой. Подожгли его дом. И когда он выскочил из горящего дома, стрелами и копьями прикончили его. Вот такая смерть не на полях сражений. Человек, обладавший великими задатками, имевший великих учителей и опекунов, но слабости его натуры вынудили его прожить плохую жизнь. Но не стоит удивляться, что она чрезвычайно, я думаю, всех занимала и всех интересовала. И будет, вероятно. И будет. это роман или группа романов в соединенных его жизни. Наталья Басовская и наша еженедельная программа. Редактор субтитров